Итак, мы с вами в небольшом городке под названием Эргинг. Это находится недалеко от Мюнхена, можно добраться на С-банне, С-2, конечная остановка. У них есть свои номера ЭД. Чем он знаменит? Тем, что выпускают свое пиво. И то, что здесь есть самый большой аквапарк. Еще здесь есть магазин английского ритейлера Sport Direct. Многие покупали в свое время с этого магазина. Здесь можно будет либо купить, либо заказать из Англии. Посылка придет прямо в этот магазин, там можно будет ее забрать. Полиция. О, что-то такое. Какая-то табличка. Этот дом строили эти люди. В таких вот костюмах в двадцать девятом году. Не знаю, есть какие-то достопримечательности или нет. Скорее всего местная ратуша. Симпатично, кстати. Это что такое? Такая вот стена и с фотографией. Это то, что здесь когда-то похудела. Какие-то футбольные матчи. Оригинально. 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 Это был детский садик. У него такой заборчик. Ага, это музей Эрдинга. Понятно. Музей Эрдинга. Я так думаю, сейчас мы выйдем на центральную улицу. Здесь есть музей, здесь есть достопримечательности, походу. Я не там иду немного. Сейчас сверну. Ну, центр есть у них, скажем так. Линкс оббеген на Ланзхутер-страссе. Там подсказа, куда идти. Пока-то я направляюсь, кстати. Магазин спордирует. Оооо, кстати. Нехрека тут протекает. Тетя немножко споткнулась. Так, мы уже готовимся к Рождеству. Елочки уже выставляют. Парикмахерская в этом здании. Парикмахерская в этом здании. У этого городка есть история какая-то слоя. Какой-то двор. Парикмахерская в этом здании. Очень интересно. Улочки такие. Лопата. Так. Время у нас. Ага. Ага. А вот и ратуша. Радхаус. Так. Время у нас. Время у нас. Слава 2440. Ну спасибо. Ага. У них даже есть ярмарка. 1442 год. Ага. А город основан 1227 году. Очень старый. история из церкви ну и смотрю разные у них гербы и это кто правил этим городком наверно с какого по какой год шпаркасса ничего себе огромная какая центральная офиса так нам церковь и 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 для такого городка очень оригинальное здание Ничего себе Ничего себе и и так вот такой вот грохот ну центр в основном магазина смотрю в основном магазины одежда и культурные вещи какие-то дедуля фартуки ресторанчик инстоляция дракончик уютно кстати это просто сейчас у нас холодно ноябрь месяц а так вот побродить походить довольно таки прикольно много оформления интересное вот такой ближе к испании цветовая гамма там яркие любят цвета конечно там вниз так где мы выпрыгиваем цветочки кто-то посадил мечта каждого ребенка это домик на дереве с флеги ход за ножками сладости шоколад магазин шоколада такой вот с старыми витринами домики такие я смотрю интересные витринами многие недоумения ходят и снимают витринами еще он тут забыл чтобы создать форму шарообразную форму шурупно чтобы создать форму шарообразную форму шарообразную потихонечко инфраструктурует тут все 1828 год офис про касса ресторанчик в принципе аккуратненько здесь так и тут у нас есть собор какой-то вот сюда можно найти или нет городская башня закрыта к сожалению городская башня 14 века вот это вот не знаю оригинал это или нет все либо восстановленная судя по кирпичу мекаются эти вставки это уже да восстановлены потому что было она скорее всего повреждена местами от бомбежки так тянем и 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 1698 год. Эпоха расцвета, так понимаю, 17-е годы всего этого. Тут всё новое у нас. Смотреть, в принципе, не на что. В общем, пришлось вернуться и пойти по другой улочке. Да, ну, судя... Ой, крыша была полностью поменена. Судя по этому самому по кирпичу, это церковь была уничтожена. Возможно, были серьезные бандировки здесь во время Второй мировой войны. Так, а это у нас что такое? Это у нас какая-то пивоварня, я смотрю. На первом этаже судя по... Короче, такой вот... Медный сосуд. Ага... Эрдинг. Пиво Эрдинг. Тут что-то у нас строят. И остаток крепостной стены, насколько я понимаю. То, что осталось. Центр был разрушен, походу. Потому что новые дома стоят. Грязно. Так вот выглядит строительная площадка. А вот это у нас стена крепостная. Манерная. Работа с новтурки. О, тут мост такой интересный. Ну ничего себе. Вот дворик такой. Типа набережная, да? Типа набережная. Она под старину сделана. Вот еще достоверная мечеть. Похода... Видим, самолеты взлетают недалеко. Мютненский аэропорт Сегодня должны забрать пластик В желтых пакетах Почему-то не забрали уже сколько времени Гостиница Гостиница Для кого? Для любителей пива На вердинг Может быть В основном новострой Хотя насколько я понимаю это центральная часть города Значит было все разрушено Хотел подумать что крафтверк Это далеко не крафтверк Ну прикольно сделано Так 2001 Ух ты Как интересно Вот Вот Домики Крафтверк Так Это дом Уже падает Поставили Такие Для усиления Крафтверк Вот так делают Крафтверк Наверное Каркас Или тоже А Просто Держит стены Конструкцию поставили Чтобы распорки Чтобы не разрушилось Здесь Центральная улица Центральная улица Походу Так Отсюда Я вышел Как Жепешал Мы ДНР По местному Причем Через каждые 20 метров Традиционная Немецкая еда Теперь Солить Так Это У нас Ёлочные Грустания План сход Даже не знаю, куда пойти. Мы тут проходим через мостик. Вот такая мелкая речка, по крайней мере здесь полметра глубиной, наверное, от силы. Здесь берега усилены, а дальше мы не знаем. Здесь, в обычном немецком городке, ребята, мусульмане. Уже адаптировавшиеся, уже местные все. Вдаль от центра все очень просто. Вот такие вот домики. Обычная застройка, улочка узенькая. Какая-то церковь. В общем, еще такого примечательного нет. Маленький провинциальный городок, недалеко аэропорт. Градообразующий это получается и в аварне Эрдинга. Потому что в аэропорту работают. И еще даже не знаю что. Где здесь можно найти работу. Массер обслуживания, кафешки. Вот такие вот домики. Простите. Можно спокойно переметнуть через балкончик гостя. Такие двухэтажки. Да, видно сразу еще. А, ну и плюс еще тот самый аквапарк. Аквапарк. Там, я думаю, небольшой персонал работает. Поэтому у города денег не так уже много. Чтобы сделать что-то такое грандиозное. Такое огромное пространство. Видно какая-то либо школа. Скорее всего школа. Судя по возрасту абитурентов. Магазин HIT. Автобус у них тут ходит. Какой-то комплекс непонятный. Что это такое, не знаю. Здесь у нас получается такая вот промзона. Сюда солнце светит. И светит. Здесь чуть проходит. Таможня. Таможня. Развязка. Магазин Rave. Ну, здесь получается такое место с торговыми центрами, магазинами. Парковка. Так. Немножко металл вышел. Нужно будет обходить. Хорошо. Да. Это как видите здесь какой-то огромный хаб. Такой. С кучей магазинов. Декатлон. Подешевые. Всякие. Эдако. Зоо. Декамакс. Это тоже английский. Ну и там дальше должен быть. Спорт Директ. Все-таки размахи. Площадь какая. С огромной парковкой. Матрасы. И травина всякая. Шума. Текамакс. Добромнейший. Погромнейший. А там дальше норма, вот Шланзенгер. Чтобы вы понимали и туда пошло все еще. Здесь много рабочих мест, полчаса от всех деревушек съезжаются в окрестности и тут скуповываются, удобно очень. Итак, я заканчиваю свое видео уже в темноте и вот в таком вот тумане. Идем по тихой улочке Эрдинга. Здесь все аккуратно, красиво. Там очень ярко, скорее всего стадион какой-то. Здесь очень темно и страшно. Всем спасибо всем, кто досмотрел до конца это видео. Надеюсь было интересно посмотреть, как живут в обычных городках Баварии. Давайте посмотрим. Здесь скорее всего стадион, его должно быть видно. Мы видим какой сейчас туман. Он взялся просто не из нее откуда. Здесь получается футбольная площадка. Такое вот освещение. Такая красота. Все еще раз спасибо. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok